Прекрасный день сегодня, славит нашего Бога. Я хочу открыть сегодня служение с Псалома 117. Я его прочитаю по-английски, пастор его прочитает по-русски. Истина Господня вовек. Мы благодарим Тебя, Царь, что Ты всегда с нами, никогда не оставляешь нас. Мы радуемся, Господь, здесь, на этом месте. Ты видишь наши сердца, Господи. Приди на это место, Боже, наполни наши сердца радостью Своей, Господи. Благослови каждого человека на этом служении сегодня. Ибо Твое имя, Господь, превыше всех имен. Слава, слава нашему Царю. Аминь. Мы возвысим наши голоса нашему Богу. Наш Бог, Всевогущий Царствует на небе. На небе во славе мудрый, сильный, любящий Бог, чудесный Бог. Наш Бог, Всевогущий Царствует на небе. Наш Бог, Всевогущий Царствует на небе. Наш Бог, всемогущий Бог Валите в пламени того, кто жизнь дарит Пусть песни юбилея Евангелия звучит И расскажите миру о том, каков наш Бог Наш Бог, всемогущий Бог Наш Бог, всемогущий царствует На небе во славе мудрых, сильных Любящий Бог, чудесный Бог Наш Бог, всемогущий царствует На небе во славе мудрых, сильных Любящий Бог, чудесный Бог Возвысти голос песни и слейте всех в воле Наш Бог, всемогущий Бог Чтоб Толя, хор, небесный восторг был на земле Наш Бог, всемогущий Бог Валите в пламени того, кто жизнь дарит Пусть песня юбилея Евангелия звучит И расскажите миру о том, каков наш Бог Наш Бог, всемогущий Бог Наш Бог, всемогущий царствует На небе во славе мудрых, сильных Любящий Бог, чудесный Бог Наш Бог, всемогущий царствует На небе во славе мудрых, сильных Любящий Бог, чудесный Бог Наш Бог, всемогущий царствует На небе во славе мудрых, сильных Любящий Бог, чудесный Бог Наш Бог, всемогущий царствует На небе во славе мудрых, сильных Любящий Бог, чудесный Бог Познайте нашему царю всю славу Наш Бог достоин всей славы и чести Халлелуя Давайте мы пройдемся по залу Скажем друг другу что-нибудь приятное Господь Бог любит каждого из вас Аминь Халлелуя Олег, Бена плохо слышно Наш Гаспотис купил каждого из нас Аминь Господь меня искупил Грехи мои все простил Верю я Верю я Собрал сомнение и страх Аминь Моя жизнь в надежных руках Верю я Верю я Верю я Аминь Подниму я знамя Ведь мой Бог Смех победил Мой спаситель Жив Аминь Аминь Мой спаситель Жив Мой спаситель Жив Мой спаситель Жив Мой спаситель Жив Наш спаситель Жив Аминь Мой спаситель Аминь Мой спаситель Мой спаситель Жив Мой спаситель Жив Мой спаситель Жив Мой спаситель Мой спаситель Жив Мой спаситель Жив Мой спаситель Жив Не отбегай. И силы царствия Твоего Провозглашаю я. Наш Спаситель жив. Мой Спаситель жив. Мой Спаситель жив. Ты жив, Господь. Мой Спаситель жив. Мой Спаситель жив. Мой Спаситель жив. Ты жив наш Бог. Мы подтвергаемся тебе во �ает. Мы воздаем тебе всю славу наш Господь. Аллинуя. Мой Спаситель жив. Мой Спаситель жив. Мой Спаситель жив. Мой Спаситель жив. Слава, слава тебе наш Господь Бог! Воздать им нашему Царю всю славу Наш Бог достоин Мой Спаситель жив Божье присутствие сегодня здесь Для того, чтобы услышать тебя Для того, чтобы ответить тебе Сейчас, когда будет звучать вторая, вернее, третья песня Это уже третья Мы будем молиться за все нужды Я хочу обратиться ко всем Мне сказали, что некоторым неудобно выходить, когда молитва за нужды Поймите, когда женщина имела большую нужду Она прорывалась через толпу Хотя бы прикоснуться к краю одежды Иисуса Христа Я сегодня здесь для того, чтобы слушать каждому из вас Если вам неудобно выйти вперед Просто махните вашей рукой Я подойду к вам и буду молиться там, где вы находитесь Но мы будем совершать молитвы для того, чтобы Каждая нужда была решена в Иисусе Христе Поэтому, если у тебя есть нужда Можешь проходить сюда Если тебе неудобно Просто помахай рукой Когда я буду свободен здесь И я подойду к тебе и буду молиться Пусть Бог благословит каждого из вас Имя, имя Иисус Имя, имя Иисус Имя, имя Иисус Только в нем есть избавление от грехов Имя, имя Иисус Имя, имя Иисус Только в нем есть избавление от грехов Имя, имя Иисус 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 В нем свобода и любовь Имя, имя Иисус Только в нем есть избавление от грехов Имя, имя Иисус В Нем свобода и любовь. Имя, Имя Иисус, Только в Нем без избавления от грехов. Имя, Имя Иисус, В Нем свобода и любовь. Только в Нем без избавления от грехов. Имя, Имя Иисус, В Нем свобода и любовь. Имя, Имя Иисус, Только в Нем без избавления от грехов. В Твоем имени есть избавления от грехов, от болезней. Имя, Иисус, превыше всех имен. В имени Иисус есть исцеление. В имени Иисус есть прощение. В имени Иисус есть благословение. Я благодарю Тебя, Небесный Царь, За то, что Ты отдал Сына Своего за каждого из нас. Что Он вольно пролил Свою святую кровь, Свою драгоценную святую кровь за каждого из нас. Я благодарю Тебя, Иисус, Что Ты настолько возлюбил нас, Что Ты отдал жизнь Свою за нас. Я благодарю Тебя, Что сегодня я могу стоять здесь, Зная, что мой Бог, Он живой Бог. Мой Бог, Он любит меня. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, мой Царь, Мой Спаситель, Мой Искупитель. Халлилуйя! Отец Небесный, Я люблю Тебе. Я люблю поклоняться Тебе, Господи. Отец, Ты видишь в наших сердцах. Мы здесь, Господь, наполнены радостью, Господи. Мы здесь, чтобы поклониться Тебе, наш Царь Иисус. Халлилуйя! Отец Небесный, Мы с любовью За все Тебя блага дарим. Халлилуйя! Мы Сына Твоего, Омытый кровью. Спасибо. При Тобой в благоговении стоим. Халлилуйя! Отец Небесный, Мы с любовью Слава Тебе, Царь Иисус. Слава Тебе, Царь Иисус. За все Тебя блага дарим. Мы с Сына Твоего, Омытый кровью. При Тобой в благоговении стоим. Слава всемогущему Богу, Он был, Он есть, и вновь гадет. Слава всемогущему Богу, По веки веку. Поклоняемся мы Тебе, наш Саня. Отец Небесный, Мы с любовью. Благодарим мы Тебя, Господь. За все Тебя блага дарим. Мы с Сына Твоего, Омытый кровью. При Тобой в благоговении стоим. Слава всемогущему Богу, Он был, Он есть, и вновь гадет. Слава всемогущему Богу, По веки веку. Слава всемогущему Богу, Он был, Он есть, и вновь гадет. Слава всемогущему Богу, По веки веку. Халилуя, Господь. Мы поклоняемся Тебе на этом месте сегодня. Как прекрасно, Господь, быть в присутствии Твоем. Господь, как прекрасно быть, Боже, с Твоим народом, С Твоими детьми, Господь. Радоваться в Тебе. Ибо наш Бог, Он Бог над всеми богами. Наш Бог, Он Царь над всеми царями. Наш Бог любит нас. Отец, я благодарю Тебя За Твою великую милость к нам. За Твою благодать, Господь, Которую Ты даришь в жизнь нашу. Спасибо Тебе, наш Бог святой. Ты достоин, Господи, Всего поклонения, Всего прославления, Господь. Тебе принадлежит вся слава, Господь. Халилуя. Мы любим Тебя, Бог святой. Мы любим радоваться в Тебе, наш Царь Небесный. Халилуя. Отец, я благодарю Тебя За этот прекрасный день, Отец. За день, который Ты сотворил для нас. Этот прекрасный воскресный день. Отец, я благодарю Тебя, Что сегодня, Господь, Мы могли приехать на это место. Я благодарю Тебя, Отец Небесный, Что каждый человек, кто здесь, Господь, Мы радуемся в Твоем присутствии. Отец, я благодарю Тебя, Что, Господь, у нас есть дома Божии, Пища на каждый день и здоровье, Господи. Мы благодарим Тебя, Что Ты никогда не оставляешь нас. Ты всегда рядом с нами, Господи. И мы также просим Твоего благословения на это служение. Благослови, Господь, Каждого человека, кто сегодня здесь. Отец, благослови тех, Кто не могли быть сегодня здесь, Господи. Отец, я знаю, что Ты дал Слово на этот день. И мы просим Твоего благословения, Господь, Чтобы мы прислушивались к учению Твоему. Благослови каждого из нас. Тебе принадлежит, Господь, Вся слава, вся честь и поклонение. И все воскликнули. Аминь. Можете присаживаться, пожалуйста. И сейчас у нас будет еще одно служение, которое мы называем служением любви. Но я бы его даже назвал больше служение, выражение нашей любви к Богу. Мужья, кто любит свою жену? Поднимите руки. Почти все. Почти все. А кто женился по любви? Все женились по любви. Великий Господь. Вы знаете, когда мы любим наших жен, мы чем-то выражаем нашу любовь. Не правда ли? В чем выражается наша любовь к нашей жене, мужья? В подарках и заботе. В подарках и заботе, сказал Дима. Кто-то согласен с Димой? Маринка согласна. Все остальные думают. Что это такое подарки? Что это за забота? Мужья, сделайте так, чтобы ваши жены знали, что такое выражение любви, настоящей любви. Не жалейте ваши деньги, чтобы купить красивый букет цветов. Или просто, когда вы заезжаете на заправку, заправиться. Вы знаете, что на заправке? Мужики, кто знает, на заправке продаются цветы? Знаете, да? Можно взять одну розочку for 2.99. It's cheap, but it's great present. Это очень дешево. Но вы знаете, очень часто я заезжаю на заправку, заправился, пошел платить и взял розочку. И возвращаюсь в машину с розочкой. Это ничего не стоит, но это приятно. Поэтому нашу любовь мы должны выражать обязательно чем-то. Сестры, девчатки, а кто любит своих мужей? А ну-ка, я хочу увидеть ваши руки. 3, 4, 5, 6, 7. О, велик Господь! А кто выходил замуж по любви, не по нужде? Все по любви, да? Знаете, иногда выходят по нужде. Он хорошо зарабатывает, а у меня зарплата маленькая. Предлагает, выйду. Нужда заставляет. Никогда не выходите замуж по нужде. Выходите замуж по любви. А, ребята, мужики, братья, а в чем выражается любовь наших жен к нам? Кто-то может сказать? А? В терпении, да? Оксана говорит, хороший теплый динер. Сережа, это так, да? Борщ. Вы знаете, что любовь жены познается в борще. Когда жена любит мужа, она наполняет его желудок борщом, и тогда он начинает любить свою жену. Голодный муж обычно не спрашивайте его о любви. Сначала покормите, а потом уже начинайте говорить, любишь ли ты меня, но сначала борщом накормите. Но так или иначе? Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Эмэн? Он доказал свою любовь, не просто сказал, я вас люблю и живите, как хотите. Он доказал свою любовь, и Он послал своего Сына, чтобы спасти каждого из нас. Чтобы дать нам путь и возможность войти в небеса в Божье присутствие. И наше служение, когда мы жертвуем нашей финансы в Царство Божье, это доказательство нашей любви. У меня никогда не возникают вопросы, сколько дать или как дать. Если я люблю, я не обращаю внимания на то, сколько я расходую. Когда в прошлое воскресенье мы здесь делали объявление, молодая девушка выходила, и потом паренек шел с букетом цветов. Я не спросил, сколько букет цветов стоит, но это не дешево. Зимой розы стоят немножко дороже, чем летом. Так, да? И он ответил, я влюбился. И когда я влюбился, говорит, я готов весь мир подарить моей любимой. Это, конечно, сложно подарить весь мир, но возможно. Поэтому сегодня мы помолимся сначала о тех финансах, которыми Бог благословляет каждого из нас, и мы будем жертвовать Царство Божье. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Ты благословляешь дело наших рук. Ты благословляешь наши дома. Ты благословляешь наши семьи. Ты благословляешь наши бизнесы, нашу работу. Господи, и Ты даешь успех. Мы благодарим Тебя за те финансы, которыми Ты благословляешь нас. И сегодня мы хотим, Господи, проявить нашу любовь к Тебе, и мы приносим наши финансы в Царствие Твое, для того, чтобы показать, Господи, что мы тоже любим Тебя. И мы стараемся, Господи, выражать нашу любовь к Тебе всем, чем мы можем, всем, чем Ты благословляешь нас. Благодарим Тебя, наш Бог, Отец и Несвятый Дух. Аминь. Аминь. Пока будет звучать музыка, мы сможем пожертвовать. И я попрошу всех детей, пожалуйста, пройдите сюда вперед. Все детки. Субтитры сделал DimaTorzok Вот наследие Господне, да? Дети, награда от Него, плод чрева. Мы будем молиться и благословлять наших детей. Отец, мы благодарим Тебя за каждую из наших детей. За мальчиков, девочек, за сыновей, дочерей. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Господи, Ты дал им жизнь, и Ты благословил их жизнь. Отец, и сегодня, благословляя их, мы провозглашаем Твою силу, силу Твоего Слова, силу Твоей воли и силу Твоей благодати в их жизни. Мы провозглашаем Твою мудрость, Твою охрану, Господь, на каждую из них, чтобы, познавая Господь Тебя, они воистину познали Тебя настолько, насколько это возможно. Чтобы они познали Твою истину, и истина всегда делала их свободными и держала их в свободе Твоей. Во имя Иисуса Христа, Отец, благослови каждого из них, благослови родителей их, да прославится Твое имя Святое в их жизни, отныне и во веки вечные. Все воскликнули? Аминь, аминь, аминь. Итак, детки, садитесь, пожалуйста. Аминь, аминь, аминь. А сегодня я хочу представить вам одну прекрасную сестру, которая потрудится сегодня у нас во славу Господа. И я думаю, что Господь много чего приготовил сказать через нее каждому из нас. Сестра Клара, пожалуйста. Прежде всего, она расскажет, откуда она приехала, кто она, я рассказывать не буду, у меня это не получится. Но прежде всего, я хочу увидеть ваши руки, просертые, мы помолимся и благословим ее перед тем, как она будет трудиться. Все готовы? Аминь. Отец, благодарим Тебя за нашу прекрасную сестру Клару, благодарим Тебя за то, что она в царстве Твоем, и она есть сосуд Твой для Твоей славы. И сегодня, благословляя, мы провозглашаем Господь действие силы Твоего Святого Духа в ней и через нее. Во имя Иисуса Христа прославься, Господь, в этом служении и в ее служении нам. Аминь. Я попрошу переводить тогда. Да, Билу. Переводчика не будет сегодня? Нет, нет, Билу, Билу, мистер Билу. Добрый день, церковь. Вся слава, хвала и честь нашему Богу. Аминь. Всемогущий Бог, воистину Он великий, воистину Он живой. Спасибо Иисусу Христу за эту большую мою церковь, потому что все мы во Христе, братья и сестры. Аминь. Для меня это очень великая честь стоять сейчас перед вами, потому что пути Господни, они настолько выше нашего разума, они неисследимы, их исследовать невозможно. Еще три недели назад буквально больше не предполагалось, что я буду стоять перед вами, и мне будет поручена такая великая честь делиться Словом Божиим. Это действительно великая честь. И я благословляю вас. Благодать Бога нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет с нами и сейчас и вовеки. Аминь. Представьте, позвольте мне представиться. Я ваша сестра во Христе Клара, раба Божья. Здесь со мной моя семья, здесь сын мой Элебай, дочь Эльмира, ее муж Элим, их прекрасные двое деток, вы их уже видели, мальчик Шабдан и маленькая девочка на руках, это Элиночка и самая моя младшая доченька Элина. В Бишкеке, я сама из Кыргызстана, в Бишкеке, в столице Кыргызстана остался мой муж, его зовут Азамат, и средний наш сын, ему 20 лет, его зовут Джантай. Он учится в Российской академии МВД. Что я могу о себе рассказать? Моя жизнь, она делится на две контрастные части. Это моя жизнь до Христа и жизнь моя во Христе. Это совершенно разные две жизни. Я уверена, что у каждого из вас есть своя история в духовной жизни. Потому что когда Бог приходит в жизнь, Он творит все новое. И Он творит новое каждый день. И милость Его обновляется каждый день с утра. Она изливается на нас. И наше дело это со смирением принимать Его любовь и милость Его. Так вот, я покаялась в 2002 году, в ноябре месяце, по великой Божьей благодати, оказавшись в больнице. И через одну медсестру, верующую в Иисуса Христа, я пришла к Господу. И с того дня до сегодняшнего дня, конечно, Бог, Он производит большие-большие изменения в моей жизни, в жизни моей семьи и в жизни тех людей, кого Бог посылает ко мне на пути. Слава Богу! И того, что я сейчас стою здесь перед вами, это тоже есть плод моего смирения перед Богом. Как я вам сказала, что три недели назад я прилетела в Америку в гости к моим детям. Они здесь уже четыре года. И вот на протяжении четырех лет я трижды подавала в правительство, в посольство Америки на визу. И трижды мне было отказано. Но зато эти годы, три года, по три раза я как бы вела борьбу с Богом. Моим мотивом сердца было, Господь, дай мне визу. Ну, я съезжу к детям моим, успокоюсь, посмотрю, как они живут, приеду и поступлю учиться в духовную семинарию, к чему меня Бог уже давно призывал. И вот три года я боролась с Богом. И каждый раз у меня мотив, нет, Господь, сначала дай мне визу, потом я приеду и поступлю. И каждый раз мне было сказано нет. Вот три раза, это три года было сказано нет. Но когда летом уже, в последний раз, вот перед рождением моей внученьки, наверное, в марте мы подали на визу, и вновь я услышала нет от посла. Ну, я тогда просто сложила все полномочия своей матери, бабушки, и просто распласталась перед Богом и сказала, Господь, да будет воля Твоя. Больше я с Тобой бороться не хочу. Если Ты так хочешь, чтобы я поступила в духовную семинарию, ну, да будет воля Твоя. И вот для меня очень мучительные продолжительные дни начались, начиная с этого дня до 1 сентября 2014 года. И вы знаете, я даже потеряла где-то покой. Когда Бог призывает к чему-то, и ты на верном пути, когда ты соглашаешься, Ему говоришь «да», тогда ты теряешь покой, и этот покой ты не знаешь, чем восполнить именно вот эту. Ты просто не знаешь, за что бы ты ни брался. Нету покоя. И вот долгожданная 1 сентября наступила. Я поступила в духовную семинарию, и сейчас я учусь в Бишкеке, в объединенной духовной семинарии. И я тогда поняла, когда только приняла решение, я поняла, что Господь откроет свои двери в долгожданную Америку, к детям, и будет изливать свои чудеса еще больше. И как только пришло это время вновь посетить посла, так легко, как будто до этого трех моментов нет, не было. Так легко мне сказали «добро пожаловать», это так здорово. И я просто на самом деле настолько посла этого так долго благодарила, и я говорила ему «God bless you, God bless you, God bless you». И он, видя эту радость, он тоже был очень рад моей радости. И поэтому я сегодня перед вами, мои дорогие братья и сестры во Христе. Бог каждого из вас любит, Бог каждого из нас призвал. Здесь сидите, избранные Богом, особенный народ. Бог говорит, что вы царственное священство, избранный народ, святой народ. И поэтому для Бога нет ни одного человека, который был бы не нужен для него. Это общество может друг друга отвергать. Это люди могут друг друга отвергать. Но Бог никогда никого не отвергает. И Его любовь здесь, сейчас просто изливается на каждого. Это наша просто задача, даже не задача, это наша воля – принять Его любовь. Просто сказать, я позволяю тебе, Бог, любить меня. Да, я ничем не могу заслужить перед тобой твоей милости. Я ничем не могу заслужить перед тобой любви. Чем я могу заслужить? Ничем. Слово Божие говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нету ни одного человека святого, праведного. Нету ни одного. И даже кто бы не сказал, я не делаю того греха, я не делаю ни этого греха, но это не говорит о том, что он безгрешен. На него Бог смотрит своими полными любви, глазами, его любя и ненавидя любой грех, который делает человек. Поэтому мы перед Богом абсолютно никто и ничто. И вот эту неделю, когда мне только пастор Василий первый день после служения он предложил поделиться словом, могу ли я поделиться словом, вы знаете, меня сначала охватил страх, я не была готова к этому. И вдруг внутри, я только хотела сказать пастору, я подумаю, а вдруг внутри Бог, Дух Святой, Он сказал, чтобы я говорила о смирении. И я говорю о смирении, вы знаете, для меня действительно это огромная честь. И вот эти вот дни я сама столько много благодати получила, изучая именно это слово по Слову Божьему. До этого я даже не очень хорошо задумывалась об этом. И то, что я на этом правильном пути, то есть что это было слово от Бога, я поняла в прошлое воскресенье, когда здесь было хлебопреломление, и когда пастор объявил недельный пост. Что такое пост? Пост – это смирение перед Богом. Когда ты что-то, чем-то жертвуешь перед Богом. И нашему Господу ничего не надо, кроме нашего послушания. Он говорит, что послушание – это самая лучшая жертва для Него. Смирение, покорность – это то, что нужно Богу от нас. Почему? Потому что Он сам себя смирил. И сегодня слово будет о смирении. Давайте мы с вами откроем послание филиппийцам апостола Павла. Я уверена, что вы все читали это послание и не один раз. Но меня все больше и больше просто поражает сам апостол Павел. Какой он был до Христа и какой он стал во Христе. Когда вы знаете всю эту историю, когда апостол Павел, дыша злобой на христиан, он шел в Дамаск с письмами от руководства, чтобы истреблять всех христиан в Дамаске. И когда просто на него сошел свет с небес, и когда сам Иисус ему сказал, что делать дальше, то его жизнь моментально преобразилась. Вот апостол Павел. Интересно, здесь послание к филиппийцам состоит из всего из четырех глав. Вообще основателем этой церкви в Филиппах был апостол Павел во второе свое миссионерское путешествие, когда он приезжал. Он основал эту церковь. И Филиппы – это город, который находился на побережье Егейского моря. Это колония Римской империи. И апостол Павел работал, он вкладывал всего себя, всю душу, все сердце во все церкви, во всех верующих, где он основывал на протяжении всей своей жизни. Меня здесь что удивляет? Здесь это прекрасное послание, которое он пишет верующим. Если вы вначале прочитаете, в принципе, как и я читала, я вижу только радость, где он благодарит, где он увещевает, где он наставляет. И на всем протяжении здесь говорится только о радости. Он говорит, радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь в Господе. И в конце он благословляет народ, чтобы Бог восполнил всякую нужду. Рассмотрев его автобиографию, в каких условиях он это писал, это радостью не назовешь. Потому что, когда это послание он писал, он был в заключении, в темнице. И он даже не знал, апостол Павел, чем закончится вообще этот суд, чем для него закончится заключение этой в темнице. Возможно, его лишат жизни, а возможно, дадут свободу. И поэтому просто представьте на секунду, что значит оказаться в тюрьме. Порой человек настолько, я не знаю, настолько недовольное существо, но если у нас чего-то не хватает, или что-то из приборов ломается, или что-то случилось, какой-то маленький недостаток, мы начинаем переживать и быть недовольными. Например, кондиционер сломался. Ох, этот кондиционер сломался, и почему же он сломался? И начинаем суетиться. Апостол Павел, быв в заключении, о каком комфорте там может идти речь? Нету никакого комфорта. Но он тех людей, которые находятся в свободе, живущих в Филиппах, свою церковь, он увещевает, наставляет и говорит, радуйтесь. Нет ли добрый пример для нас, чтобы мы радовались всегда? Чтобы никакой гром, никакая буря, никакой шторм, никакие жизненные обстоятельства не могли бы брать вверх над нами, над нашими жизнями, над нашими эмоциями. Аминь. Мы можем иметь мир в любых условиях, в любых жизненных обстоятельствах, только в Господе. Аминь. Давайте мы с вами откроем вторую главу и прочитаем 11 первых стихов. С первого по одиннадцатый. Итак, глава вторая, с первого стиха по одиннадцатый. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь. Аминь. Здесь довольно ясно все понятно написано. Но давайте мы разберем стих за стихом. Итак, апостол Павел здесь начинает так. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то есть он говорит о том, что есть ли в каждом из нас, в каждом, вернее, там, у верующих в церкви, в Филиппах, есть ли есть какая отрада в любви, есть ли есть какое утешение во Христе, есть ли у него есть общение с Духом Святым, есть ли у него есть милосердие, так что он может проявлять милосердие и сострадательность к другим людям, есть ли эти качества есть. Я просто задумалась, а есть ли эти качества во мне, какие утешения, нахожу ли я утешение во Христе, когда приходят бури в мою жизнь, и могу ли я утешать других, если они находятся в таком положении, потому что этому призывает меня Господь. Дальше написано, есть ли отрада любви, когда ли я нахожусь в любви Божией, концентрирую ли я свое внимание на себе или на Боге, на Иисусе, хорошо ли мне сейчас из моих эгоистичных побуждений или мне должно быть хорошо от того, что Бог меня любит. Разве не Бог говорил? Радуйтесь о том, что ваши имена записаны в книге жизни. Аминь. А о чем мы должны радоваться? На чем мы концентрируем свое внимание? И что такое любовь? О любви очень хорошо написано в 1 Коринфянам 13 главе. Дальше написано, общение с Духом, с Духом Святым имеете ли вы? Или мы осуетились? Или мы больше думаем о том, чем сегодня кормить семью? Или мы думаем, что нужно нам побыстрее проснуться, бежать на работу, сломя голову? И обо всем забываем. Это оружие дьявола. Вовлекать человека в суету и сеять всякую ложь о нем же самом, о человеке и о тех, кто окружает его. И о церкви, и об истине. Потому что дьявол – отец лжи. И здесь написано, имеем ли мы общение с Духом Святым? И каждый может задать себе этот вопрос. Как я каждый день начинаю свой день? Тот день, который нам дает для жизни Бог. Бог нам дает не только 24 часа в сутки. В 24 часах в сутки есть часы, минуты, секунды, доли секунд. Давайте не будем позволять дьяволу обкрадывать это время. Время любви. Время общения с Духом Святым. Время сострадания и милости. Время утешения. Потому что когда дьявол обкрадывает, и в конечном итоге день заканчивается, и кто-то может… Я могу сказать, что-то я сегодня не сделала того, что я должна была сделать. Это большой минус. Это польза в сторону дьявола. И большой минус, конечно, для того, кто живет во Христе. Потому что время безвозвратно, оно идет вперед, и ничего вернуть невозможно. Но слава Господу, что Его милость к нам велика. Когда мы что-то не делаем так, Господь говорит, не входите в чувство вины, приходите ко мне и кайтесь. Как написано в 1 Иоанна 1,9. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Аминь. Какой Бог многомилостивый. Я просто люблю Его. Дальше написано, есть ли есть какой милосердие и сострадательность. Давайте посмотрим. Вообще, Слово Божие – это мощный тест. Есть ли у меня… Кто сегодня, интересно, мимо меня проходят тысячи людей. Проявила ли я сострадательность или милосердие кому-то? Это уже вопрос для каждого. И вот если есть эти качества – утешение во Христе, любовь во Христе, общение с Духом Святым, милосердие, сострадательность, и апостол Павел говорит, «То дополните мою радость». «То дополните мою радость». Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Значит, была проблема в этой церкви. Значит, не было в этой церкви не было единодушия, не было единомыслия. Это касается не только церкви, но и касается семьи. А есть ли это единство души, в мыслях, во взглядах, в убеждениях, в семье? Ведь каждый член нашей церкви имеет семью. И каждый член нашей церкви потом идет в мир, чтобы являть Христа. Аминь. И дальше он говорит, как нужно достигать этого. Он говорит, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый забудьте, но каждый и о других. ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Я стала просто размышлять над этими местами, и это меня очень сильно тронуло. Я просто стала смотреть словари. И я благодарю пастора Васильева, что вы просто дали мне эту тему, вернее, Бог через вас дал эту тему. И я даже, вы знаете, покопалась в словарях. Я не знала, что такое любопрение. Думала, ну что за слово любопрение? Ну так вот, и как-то поверхностно я к этому относилась. Думаю, дай-ка я посмотрю, что это за слово в словаре. Значит, любопрение, оказывается, это излишнее, искусственное старание, стремление выделиться. Я удивилась смысловому вообще вот тому, что означает это слово. Это излишнее, искусственное старание, стремление выделиться. Иногда мы даже, служа во Христе, мы, оказывается, можем излишне стараться для того, чтобы выделиться. Я это поймала себя. Вот именно на этом. Вы знаете, часто бывает так, служение, 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 служение. Нужно пойти туда послужить, нужно пойти сюда послужить. Но иногда гордости, когда говорят, ты такая молодец, у тебя все хорошо, и вообще ты прелесть. И тогда мне так, ой, как хорошо. И мне так, как будто по головке, и вдруг мое я настолько, как будто бальзама налили. я потом стоп. Если мы не научимся вовремя говорить стоп, это приходит гордость. А гордость, она всегда есть, это большая проблема у человечества. Что ненавидит Бог, так это гордость Ним ненавидит. И мы будем слишком самонадеянны, если мы будем говорить, у меня гордости нет, или для меня это не проблема. Потому что сначала Люцифер согрешил из-за гордости. Гордость, это имеет свое древнее, древнее начало, это древняя история. Самый первый грех, это гордость. И поэтому мы действительно должны четко это понимать, чтобы не возгордиться и чтобы не прийти к тщеславию. Дальше тщеславие. По Википедии написано, ну вообще тщеславие от слова тщетный, напрасный плюс слава. Это стремление прекрасно выглядеть в глазах окружающих, потребность подтверждения своего превосходства и иногда сопровождается желанием слышать от других людей лезть. По толковому словаря Даля, тщеславие – это свойство человека, выражающееся в жадном поиске мирской славы, стремлении к почету, похвалам, потребности, признания окружающими его мнимых достоинств и склонности делать добрые дела ради похвалы. И Ушаков. Он считает, что тщеславие – это пустое высокомерие, кичливое желание быть предметом славы и почитания. В принципе, это всё известно, оказывается. Это присуще для каждого человека. Только человек не всегда может дать определение этому. У меня эти качества все были и есть, наверное. Я человек, я бедный, грешный человек. И кто меня избавит от этого грешного, от грешной природы моей? Кто? Слава Богу, что есть Господь Иисус Христос, к которому мы можем приходить и говорить, признаваться честно, изливать своё сердце и говорить, Господи, я сегодня согрешила перед Тобою. Прости меня. Прости. Я признаю, я исповедую. Да, я горда. Да, я хочу похвалы. Да, мне нравится, когда кто-то меня хвалит. Господь, но я хочу похвалы от Тебя, а не от людей. Потому что, когда люди хвалят, а их мнение, оно меняется, оно не постоянно, а Бог никогда не меняется. И если Бог сказал, я люблю Тебя, Он никогда не скажет, нет, Ты сегодня не то сделала, и я Тебя не буду сегодня любить, Он сказал, я возлюбил Тебя и избрал Тебя. Прежде чем сотворение мира в Иисусе Христе я избрал Тебя, и Бог сам каждому, Он говорит, никто не отнимет Тебя из моей руки, никто и ничто, потому что я люблю Тебя. И если Ты позволишь мне любить Тебя, я буду любить. Я есть любовь. Я прежде вас возлюбил, когда вы были еще грешниками. Я вас возлюбил. И Духа Святого я дал вам. И Он вас будет учить всему. Бога познать никто не может. И поэтому я просто смирилась. Я просто вот так вот, просто я встаю на колени перед Ним, перед Богом. Не перед людьми, не перед кумирами. Сколько кумиров сегодня? Кому человек поклоняется сегодня? Кому? А я поклоняюсь Иисусу Христу. Аллилуйя! Слава Господу! Господи, до чего вы счастливый народ, потому что вы поклоняетесь Господу, потому что вы познали живого Бога, Тот, Который сотворил небеса, Тот, Который сотворил звезды, и этот день. И мы не по своей воле здесь сидим, а потому что Бог по Своей милости привел сюда. Я благодарю за эту церковь. Я благодарю Господа тебя, за каждого, кто здесь. Давайте будем просто позволять Богу. Я хочу на этом месте просто поделиться с вами своим свидетельством. Как-то я сидела дома утром, проводила всех. Дети на учебу ушли, муж на работу. И я со своим папой осталась дома. И я сидела, и что-то вот мне так захотелось, просто вдруг, ну, сошло такое желание помолиться. И я склонилась, села на колени и говорю, Господь, я благодарю Тебя. Начала с благодарения, потом сказала Господь, дай мне услышать Тебя. Что Ты мне сейчас хочешь сказать? Вот этот день, для чего я живу? Дай мне сегодня вот четко, просто услышать Тебя, чтобы этот день прожить так, как Ты хочешь. И я сижу и делаю, но неимоверные усилия, вот просто принимала для того, чтобы услышать, что мне хочет сказать Бог. И чем больше я напрягалась, тем больше мне самой было плохо, что я не могу Его услышать. И опять эта гордость. Почему это я Бога не могу слышать? И вдруг, очень тихо, с любовью, и отчетливо я это услышала. Доченька, позволь мне Тебя любить. А я у него спрашивала, что мне делать сегодня? Куда ты меня хочешь послать? Прям такая, как будто Бог без меня ничего не может сделать. А он мне говорит, доченька, позволь мне Тебя любить. Я оглянулась. Я думала, может, папа подошел. Нету никого. И я снова закрыла глаза. А он продолжил. Позволь мне Тебя любить. Ибо заповедь Его наибольшая, вторая, возлюби ближнего своего, как самого себя. И если я не смогу позволить Богу меня любить и наполняться Его любовью, как я смогу полюбить даже моих детей, даже мужа, даже внуков? Это будет эгоистичная любовь, а не такая, безусловная. Безусловная любовь во Христе. Я когда села, я просто разрыдалась. Я стала плакать. Я говорю, Господи, ну да чего Ты многомилостивый? Будучи Богом, будучи Творцом неба и земли, будучи Царем Царей, Господом Господствующим, и Он вдруг мне говорит, позволь. Да кто я такая, чтобы мне сказать, позволь Тебя любить? А Он еще говорит, позволь мне Тебя любить, потому что только Его любовь, она сильна над грехом. Только Его любовь может человека спасти от греха, от смерти и от ада. Если мы не можем познать Его любви и позволять Ему любить нас, так, как Он хочет, а Он сильно хочет любить, Он все 24 часа в сутки любит, и Его любовь никогда не изменяется. Я просто распласталась перед Ним, и я сказала, а я так нуждалась в любви. До этого я маму потеряла, буквально три года назад, и это у меня неутешимая скорбь была внутри. И вот именно любовь Бога, когда я позволила Ему любить, и Он вытеснил эту скорбь из сердца моего, и Он показал, что, оказывается, моим предметом вожделения была моя мама. Кажется, я свою жизнь настолько связывала с мамой, и ее сделала своим кумиром, своим Богом, даже будучи во Христе. А Бог говорит, чтобы мы не делали кумиров, чтобы мы никому не поклонялись, как только Ему. И сейчас самое время каждому из вас просто себе внутри задать помазание Духа Святого. А кто кумир мой? А кому я сегодня поклоняюсь? И с того момента просто стали удивительные вещи происходить во мне. И когда я позволила Богу любить, я сдалась, я распласталась, я сказала Господь, я разрешаю, я разрешаю Тебе любить меня так, как Ты хочешь. Вы знаете, до тех пор, пока мы не разрешаем Его любви течь внутри нас, все мерзкие грехи внутри нас, они так и будут сидеть. Они будут, потому что мы не сможем их различить. А грехов очень много, их очень-очень много. И вот тогда Дух Святой, когда мы позволяем Духу Святому наполнять нас своей любовью, тогда Его любовь начинает вытеснять все, что не от Бога изнутри, из разума, из эмоций, из сознания, подсознания. В общем, все, из чего человек состоит, дьявол, он пытается еще от утробы матери просто захватить, спленить, взять в плен и его не выпускать. До тех пор, пока ты не придешь ко Христу. Иисус – наше спасение, Иисус – наша свобода, Иисус – наша жизнь. И если ты делаешь центром своей жизни Иисуса Христа, ты, Иисус, да, я не могу больше без тебя и не хочу без тебя, будь моим Господом, спасителем, потому что ты умер за меня. А здесь апостол Павел дальше об этом и говорит. Он говорит, что он сделал? Что сделал? Он смирил себя, быв послушным до крестной смерти. Что такое крест? И вы знаете, я вот только, может быть, на этой неделе Бог помиловал меня, чтобы поглубже заглянуть. Раньше я сейчас говорю о себе. Раньше, ну, крест, ну да, мои грехи прощены, ну да, Господь умер за меня. А вы представляете себе, что такое этот крест? Крест – это орудие наказания, это орудие смерти. И крест – это где убивали, распинали самых низших преступников. Это вот из всех видов казни крестное распятие – это было самое позорное. кто пошел на этот позор ради тебя, меня? Кто? Кто пошел? Иисус пошел. Он просто взвалил на себя мои все грехи, которые я делала с самого-самого детства, даже от утробы матери, потому что Слово Божие говорит, что все согрешили, лишены славы Божией, почему от греховных родителей рождаются греховные дети. Вот природа греха, она также по наследству передается, но велик Господь. Он сказал, что Он помилует потомство наше до тысячного рода, если мы Его будем исповедовать Своим Господом и Спасителем и жить по Слову Божьему. Аминь. И здесь на самом деле это было очень глубоко, и я до сих пор прошу, и я буду просить, чтобы Господь мне дал духа премудрости и откровения для познания того, что действительно произошло на Голговском кресте за мои грехи. Вы знаете, ища Иисуса в 2009 или в 2010 году я поехала в Израиль. Просто это была милость Божья. Я думала, что я поеду в Израиль, ступлю на эту святую землю и приближусь к Богу. Я так долго готовилась к этой поездке. Я думала, вот просто, чтобы вся Библия ожила в моих глазах. Пойду на Галилейское море, буду ходить по Назарету, буду ходить в Иерусалиме. И вот мы приехали. Но правда, я получила очень много впечатлений от израильской земли, от этой исторической родины Иисуса Христа, где Он родился, где Он жил и где Он умер за мои грехи. И я прошла тоже, попыталась пройти этот путь от Гефсиманского сада до крестной его смерти и думала, наполнюсь и приеду из Израиля такая духовная. Вот опять же, это такая гордость человеческая. И вы знаете, интересно, я так и ничего не ощущала в Гефсиманском саду, старалась произвести все в своей памяти, как это все происходило, когда Он сидел, молился накануне его захвата, а его ученики спят. Он говорит, пободрствуйте со мной, час посидите, бодрствуйте, а они спят. И он приходит, говорит, да неужели не можете вы со мной пободрствовать? И тогда его ученики, и он был учениками брошенными, всеми брошенными, и его Дух Святой только подкреплял. Отец подкреплял и его пот в виде капли крови, вы знаете это, насколько, в каком он напряжении был. И он не хотел идти по человеческой своей природе, он не хотел идти, но он сказал, да будет воля твоя. И в этот момент я просто все это старалась воспроизвести, и потом пошла весь этот путь. А когда пришла, и на каждом месте церковь, 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 и такой святости нету, благоговения нету. Вот это вот просто весь этот путь стал предметом рынка, рыночных отношений, заходишь, платишь деньги, и никакой святости. Люди ходят все разину фурты, в принципе я тоже такая же была, но у всех мотивы были разные, и когда вошла я в ту церковь, где стоял, ну, это место, где был распят Иисус, конечно, там ничего того не было, что могло бы сказать, о, Дух Святой, прям сойди. я подошла, и у меня ничего, у меня такое разочарование было, я плакала, говорю, Господь, во что превратили это Твое святое место, почему здесь люди не почитают этого святого места, а буквально за пределами этой церкви там все в базарах, все базары, 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 миновщики, а на территории там же могут стоять люди, ну и чуть ли не семечки щелкать, ведут какие-то такие разговоры, и я просто Господь, ну где же Ты, где Ты, и вдруг опять мне снова Дух Святой внутри, меня здесь нет, я там, где призывают имя мое, и это меня так окрылило, настолько окрылило, у меня как будто крылья выросли, я настолько, я поняла, как я близка Богу, я приехала туда, чтобы искать Его, а Он-то внутри меня и везде, и всюду, и день, и ночь, и утром, и вечером, и даже в уборной, куда я хожу, что бы я ни делала, в каждой комнате, и даже когда я сплю, Он рядом со мной, Он внутри меня, Он вокруг меня, я так возрадовалась и с таким легким сердцем приехала, получив это чудесное откровение. Аллилуйя! Это слава нашему Господу, я этот пример сейчас вам рассказала из-за действительно, из-за буйной гордыни, которая внутри есть, вот я могу что-то сделать, чтобы познать Бога. Наше познание Бога заключается только лишь в смирении, когда мы себя смиряем, и когда мы говорим, да, Господь, я позволяю тебе любить, я позволяю тебе меня обличать, я позволяю тебе устроять мои пути, все входы, выходы, как ты хочешь, вот она я, я твой инструмент, я твой сосуд, и более того, я твоя дочь, а если я дочь самого царя царей, Господа господствующих, как я должна себя вести? Просто если подумать, если кровные принцессы, принцы, короли, президенты себя ведут, каким образом? У них это во всей их осанке, это во всех манерах, этому учить не надо, а в нас живет сам Иисус, сам Господь в нас живет. Представляете, насколько вы действительно драгоценны? Он говорит, что каждый из вас драгоценнее жемчуга, мы драгоценный камень его на его короне, и наш образ написан, нарисован на его ладони, и он говорит, на дланях моих, я смотрю на тебя, и я тобой любуюсь. Так чье мнение меня должно волновать? Человеческое ли мнение, которое сегодня может мне сказать, ты хорошая, а завтра я ему не угожу, он скажет мне, фу, какая ты плохая. слава Господь, что у нас есть Бог, который нас очищает от всего этого мирского, от мирских стандартов, от всего того, что человек сам себе какие-то правила придумал. слава Богу, у нас есть Слово Божие, которое говорит нам, какими мы должны быть. Мы должны любить, и наша любовь, она безусловная. Аминь. А если мы не можем любить, то мы можем сказать Богу, Господь, я разрешаю тебе любить меня, чтобы я могла любить ближнего моего, и чтобы эта любовь не иссякала. Моя любовь может иссякнуть, а его любовь никогда. Аминь. Аллилуйя! Поздайте Богу славу! И дальше здесь говорится не о себе только каждой заботе, но каждый и о других. Интересно, это как палка о двух концах. Когда мы стараемся заботиться, тогда вот наше старание, наши усилия заканчиваются и приходит разочарование. Я потом стала спрашивать у Господа, Господь, ну как же так заботиться о других, несмотря на их отношение к Тебе? Вот как заботиться о других? А Он мне сказал, не ожидай похвалы от другого человека. Если тебя человек похвалил, то ты уже награду свою получил. Но если ты, совершая добро, заботясь о ком-то и не ждешь похвала от человека, то я вижу, моя награда будет для тебя. Аминь? Ну да, очень много вопросов, а я потом говорю, Господь, ну а как же, ну вот бывает часто, что вот входишь в осуждение, осуждение, Господь, Он говорит, это грех, и написано, не осуждай никого, кто ты, чтобы ты осуждал, ты никого не осуждай, ибо ты будешь осужден этим же судом, и эта проблема моя, я не знаю, как вы справляетесь с этой проблемой, но у меня есть эта проблема, у меня есть, и я борюсь с этой проблемой, и потом просто Бог сказал, есть два вида, с каким мотивом мы говорим, если мы осуждаем человека для того, чтобы себя превознести над ним, то это грех, это превозношение, это гордость, если же мы не осуждаем, но да, поступком мы должны давать оценку, но очень осторожно, кто-то неправильно что-то сделал, но мне это не понравилось, я просто должна это сказать Господу и помолиться, с каким сердцем я осуждаю, либо я осуждаю, либо я проявляю сострадательность к этому человеку, видя этот грех в нем и сказать Господи прости меня за то, что я осуждаю и просто дай Твою милость к этому человеку, чтобы этот человек увидел свою ошибку, аминь, да, но мы учимся и Господь Он пусть сам каждому из нас Духом Святым производит свою работу, Аллилуйя, Дальше в пятом стихе здесь говорится, что ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Да, мы не можем стать абсолютно таким, как Иисус, мы не можем, но мы должны стремиться к этому. Я когда задала вопрос, а какие чувства он переживал, когда его били, когда его оплевывали, когда его оскорбляли. Сказал ли он кому-то худо? Сказал ли он кому-то ты за что меня бьешь? Разве он кого-то осудил? Когда он мог, если вы помните в Гефсиманском саду, когда Иуда с римскими солдатами пришли, чтобы захватить Иисуса, и тогда Петр, он очень такой эмоциональный человек, он что сделал? Он взял мечи и отрубил ухо рабу. И что сделал Иисус тогда? Он сказал, ты не знаешь, что делаешь? И Бог нас не к этому призывает, а он ему исцелил это ухо, поставил это ухо на место, исцелил. Вот его сердце, сердце Иисуса, зная, что его сейчас будут убивать, распинать, оплевать, унижать за наши грехи, за нас, потому что грехи всего мира Бог возложил на Иисуса Христа, чтобы нас спасти. И дай Бог, чтобы Господь каждому из сейчас слушающих вложил это глубоко в сердце, что без Иисуса Христа нет ни спасения, ни свободы. И если кто-то из людей думает, что он свободен в выборе делать что-то, то просто я хочу напомнить, что каждый выбор имеет свое последствие, либо к добру, либо к злу. И если мы думаем, что мы ни от кого не зависим, то это тоже ложь дьявольская. Однозначно Библия говорит, что есть дети дьявола и есть дети Бога. Те, кто исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, они уже Божьи дети. Аминь. И для этого ничего не надо делать, для этого просто надо открыть свое сердце и признать себя грешником. Аминь. Написано дальше в шестом стихе, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Давайте не будем забывать о том, что Иисус, имея божественную природу, что Он, будучи Богом, потому что Им все сотворено и для Него все сотворено. Он стоит за всей вселенной и за каждой душой сотворенной, живущей на земле. И эта земля со всеми богатствами, с флорой, фауной, со всем, что есть, все сотворено Им. И мы сотворены Им. И Он уничижил себя. Он прекрасный пример для нас смирения. Давайте будем смиряться друг перед другом. Давайте будем любить друг друга без условий, потому что мы идеальными не можем быть. Как я уже сказала, мы всего лишь люди. Я всего лишь человек со всей греховной природой, которая была мне передана через моих предков от Адама и Евы. Это все присутствует. Это все присутствует. Но только сила Божья и любовь Божья может нас избавлять от этих грехов. Аминь. И чем увенчалось смирение Божие, смирение Иисуса Христа? Увенчалось следующим образом. В девятом стихе написано «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца». Аминь. Это до чего Господь Отец превознес. Он все положил под его ноги. Нет ни одного дышащего существа, который бы не преклонился пред именем Иисуса. Вся власть в Иисусе Христе, вся жизнь в Иисусе Христе невозможная для человека, возможно Богу. И слава Богу, что мы его дети, что мы его церковь, что мы его избранный народ. И мы должны просто наверное осознавать и просить у Бога откровения, как нам относиться к этому избранию нашему. Это огромное привилегие для каждого из нас. Вы посмотрите на весь мир, как весь мир живет. Неважно бедные, богатые, но не знающие Иисуса Христа, не познавшие его, просто посмотрите. И название вашей церкви прекрасное «Свет мира». Давайте будем светом для этого мира. Для этого не надо быть нам миллиардерами, но Бог очень хочет, чтобы мы были богатыми. Он сказал, что Он способен обогатить всех, чтобы мы могли быть богатыми на всякое доброе дело, но Бог Он здесь хочет упорядочить все, насколько мы будем себя смирять. А смирение, корень этого слова, это мир. Иисус говорит, я победил этот мир, и вам я даю свой мир, чтобы никто не поколебал этого мира нашего, душевного состояния, что бы ни было, чтобы его мир всегда пребывал внутри нас. Ни громы, ни штормы, ничто не может поколебать его мира, если он истинно в нас. Аминь. И смирение это есть просто мир иметь с Богом и мир с людьми. Мир друг с другом, мир в семье, мир в коллективе, где работаете, мир в гостях, куда вы идёте, везде. Давайте мы будем носителями этого божественного мира, осознавая, что мы просто являемся представителем самого небесного царства. А небесное царство не там, небесное царство между нами. Аминь. А что такое небесное царство? Это мир, радость, праведность. Аллилуйя. Да благословит Господь. Вот это слово, которое я сегодня хотела с вами поделиться. О многом хотелось бы сказать. Сейчас просто позвольте мне зачитать несколько мест. Вы можете Библию не открывать, а просто я хочу зачитать. Я много писала, но как видите, я не воспользовалась, потому что Бог по-другому повел. Совсем не то, что я хотела, но слава Господу, Господь Он Сам. Так что давайте возрадуемся о том, что Бог пришел к нам, Спаситель пришел к нам. Я просто буду читать, а вы пожалуйста откройте свои сердца, чтобы послушать. 1 Тимофея 1 15 написано Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Аминь. Матфея 20 28 написано Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь. Лука 19 10 Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Марка 2 17 написано Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Иоанна 10 10 Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Иоанна 16 28 Я исшел от Отца и пришел в мир. Иоанна 12 46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Иоанна 18 37 Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Евреям 10 7 Вот иду исполнить волю твою Божию. Аминь. Вот образец смирения. Для чего пришел Иисус? Для того, чтобы нам оказывается послужить, а мы требуем от людей, чтобы они нам служили. Этот мир так поступает. А Иисус говорит Я будучи Богом смирил себя, став человеком, прожить, родиться, прожить, провести, иметь те же нужды, что и вы и в холоде, и во сне, и в тепле, и в еде, и в питье, имея все физиологические потребности, проживая с теми же эмоциями. Но Он сказал Я пришел, чтобы вам послужить. И Он образец слуги. Я прошу сердце слуги для себя будь слугой для вас, для членов моей семьи, для моего мужа, для моих детей, для моих внуков, для моей церкви. Для чего? Чтобы через меня прославлялся во-первых Бог, и Бог сказал, что смиренных Он вознесет. Это Его путь возвышения. А чем больше мы противимся, тем больше мы одоляем благодать Божию. И Господь говорит, что Он смиренным дает благодать, а гордым, вы знаете, Он противится. Аминь. И последнее место писания. я хочу вас ободрить. В Исайе 66 2 написано, Сам Бог говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Драгоценный Отец Мой Небесный, мы благодарим Тебя, Господь Мой, за это время. Мы благодарим Господь Мой за этот час общения с Тобою. Господь, я благодарю Тебя за каждое сердце, кто сегодня на этом месте слышал Тебя через рабу Твою меня, Господь. Спасибо. Пусть Слово Твое, оно крепко просто будет влагаться в наши уши, в наши сердца и будет обновлять наш разум. Дух Святой, я прошу Тебя, не дай дьяволу украсть ни одно слово из того, что Ты говорил для Церкви Твоей. И помоги нам смиряться пред Тобою, и помоги нам жить в мире с Тобою и друг с другом. Господи, Своей Святой Кровью нас омой, очисти, освяти и живи внутри нас, укрепляй нас своей силой, дай нам, Господь, быть Твоими свидетелями здесь, на земле. Каждый день во имя Иисуса я прошу, Господь, умножь в нас веру. Если кому-то веры не хватает, то умножь, Господь, и злей благодать свою. Если кто-то не покаялся, Господь, коснись его сердца и дай эту прекрасную веру, ибо ты сказал, что благодатью мы спасены через веру. Это не от нас, чтобы никто из нас не мог хвалиться пред Тобою. Поэтому вложи, Господь, свою работу великолепную через веру в сердца наши мы воздаем Тебе всю славу, хвалу и честь. Спасибо. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарю вас, драгоценные братья и сестры, за это терпение. На самом деле, сегодня у меня был дебют, и для меня огромная честь именно здесь, в Соединенных Штатах, Миннесоте, на вашей земле, в вашей церкви, вернее, в нашей церкви нести слово. Это огромная для меня честь, еще потому, что сегодня мои родные здесь со мною. Спасибо всем вам. Да благословит вас Господь. Большое спасибо сестра Клара за ваше служение. Как вы сегодня? Кто-то из вас что-то получил хорошее? Слава Богу. Вы знаете, действительно, только смиренные люди достигают цели, которые Бог ставит перед ними. Это касалось Иисуса Христа. Это относится к каждому из нас. Чем больше я смиряю себя перед Богом, тем больше Божьей благодати я получаю. Чем больше я себя возвышаю, тем больше я теряю, тем больше я теряю. Это такой закон, который действует в Царстве Божьем. Поэтому для того, чтобы жить с Господом и иметь близкие, дружеские взаимоотношения с Ним, нам нужно смиряться перед Ним. Чем выражается наше смирение? Это подчинение Его Слову. В Иисусе Христе написано «И Слово стало плотью». И оно обитало с нами. Слово воплотилось в Иисуса Христа. Он подчинил себя полностью Слову Божьему. Полностью воле Божьей. И поэтому Бог превознес его. Слава Богу это действительно очень насущное слово которое мы сегодня слышали. Я не хочу сказать что это нужно Сереже или это нужно сестре Юли или это нужно сестре Оли. Я хочу сказать что это сегодня нужно мне. и каждый может сказать за себя. Это то что сегодня нужно мне. Чем больше я смиряюсь тем больше Господь дает мне. Хочу напомнить что сегодня у нас последний день поста. И я верю что эти дни эта неделя принесли очень много нового в нашей жизни. Правда ли? Мы собирались молились в церкви мы молились собирались по домам мы молились в семьях и в пятницу кто смог быть здесь мы смотрели документальный фильм Преображение трансформация вы просто посмотрели как Господь через посты и молитву преображает целые города огромные города и мы смотрели как Господь влияет на целые нации через пост и молитву и как Господь влияет на целые нации через пост и молитву знаете в пятницу кто помнит о чем мы молились прошлую пятницу о детях мы молились о наших детях вы знаете молясь о детях Дух Святой показал некоторые вещи на которые я может быть раньше не обращал внимания я хочу чтобы вы открыли одно место Писания это первое послание Коринфянам третья глава с десятого по пятнадцатой стихи я подану мне от Бога благодати как мудрый строитель положил основание а другой строит на нем но каждый смотри как строит ибо никто не может положить другого основания кроме положенного которое есть Иисус Христос строит ли кто на этом основании из золота серебра драгоценных камней дерева сена соломы каждое дело обнаружится ибо день покажет потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого какого оно есть у кого дело которое он строил устоит тот получит награду а у кого дело сгорит тот потерпит урон впрочем сам спасется но как бы из огня итак Павел говорит о том что Бог дал ему благодать для того чтобы положить основание этим основанием является Иисус Христос и он предупреждает другого основания никто положить не может есть единственное основание на котором мы можем строить наше спасение это основание Иисус Христос Никакая религия не дает спасение людям да религия меняет немножко людей религия немножко дисциплинирует людей но религия не дает вечной жизни и спасение людям апостол Павел говорит есть основание Иисус Христос на котором мы строим наше строение и сегодня я хочу сказать нечто Господь позволил мне и каждому из нас положить основание в жизнь наших детей я встречал и встречаю некоторых христиан которые считают что их детьми должна заниматься церковь и если что-то в жизни детей получается неправильно они сразу винят воскресную школу церковь пастора и других лидеров Бог позволил тебе и мне положить основание в жизнь наших детей основание для будущего поколения для следующего поколения и это основания бог позволил тебе и мне положить на Иисусе Христе и это основание Бог позволил тебе и мне положить на Иисусе Христе Иногда молодые люди моего поколения отзываются плохо о прошлом поколении я благодарен Богу за тех людей которые донесли свет истины лично до меня все мы делаем ошибки и я думаю были ошибки в жизни наших родителей но они сумели положить правильное основание в нашей жизни и в нашем поколении и на этом основании мы строим то строение которое приносит славу Богу и сегодня мы должны понимать что ответственность у каждого из нас чтобы положить мощное основание основание в истине Иисуса Христа основание на котором наши дети будут строить их веру и их спасение не пройдет много времени и нам нужно передавать нужно будет передавать наше служение следующему поколению почему мы сегодня служение ведем на двух языках я знаю что следующему поколению будет труднее вести служение на русском языке и я думаю что больше их служение будет идти на английском языке а для нас для тех кто может не в совершенстве понимает английский кто-то будет переводить на русский вы знаете это очень важно подумать и позаботиться о будущем кто-то может сказать ну написано не заботись о завтрашнем дне в отношении пищи и одежды конечно аминь но в отношении истины Божьей в отношении основания Иисуса Христа мы должны заботиться Писание говорит что дом и наследство от кого? от родителей а мудрая жена от Бога основание это наследство правильное основание в жизни наших детей это прекрасное наследство которое мы готовим для наших детей и действительно Писание говорит город который стоит на вершине горы он не может укрыться почему? потому что в этом городе есть огоньки которые привлекают путников вы знаете я родился в таком месте где не было электричества впервые электрическую лампочку я увидел когда мне было 10 лет и мне приходилось иногда с родителями вечером ходить вы представьте какая тьма если нет луны и нигде нет никакого света но в это время мы всегда ориентировались на какой-то свет который горел где-то в домах у людей и даже маленький свет от керосиновой лампы во тьме он был виден очень далеко и поэтому мы смотрели на этот маленький свет и мы двигались в этом направлении и мы всегда попадали туда где нужно город который стоит на вершине горы он не может укрыться его видно в нем его видно потому что очень высоко ночью во тьме его видно потому что там есть свет каждая наша семья она является вот этим маленьким городком которая освещает все вокруг себя которая показывает путь в небеса и поэтому мы должны приложить все усилия и старания мы должны стоять в проломе перед Богом за нашу семью и за наших детей чтобы в них отобразился Божий свет и Божья слава это очень серьезная ответственность которую Бог дал каждому из нас вы знаете что мир не спит этот мир окружающий нас и грех он не спит и он хочет положить свое основание в жизнь наших детей но я еще раз напоминаю но я помню Бог дал это право тебе и мне Папа и мама это твое право положить основания в жизнь твоих детей мы сегодня будем молиться о каждой семье но перед этим я еще хочу показать вам некоторые вещи на которые мы должны обратить внимание если у вас есть бюллетень все эти вещи сегодня есть в бюллетне это 13 пунктов что нам нужно делать прежде всего нам нужно знать Господа и Его Слово то есть подружиться с Ним это относится к папе и к маме нам нужно знать Господа и Его Слово следующее нам нужно избавиться от лицемерия и двуличия то есть уничтожить всякие маски в нашей жизни наших детей отталкивают от Господа наше лицемерие когда мы в Церкви святые а за Церковь рыкающие львы следующее нам нужно явить своей жизнью письмо Иисуса Христа нашим детям дети смотря на нас они должны читать Слово Божье Я вам свидетельствовал не раз о моей маме о моем отце Когда я не знал Господа я читал Господа в их жизни Очень много со Слова Божьего я прочитал в их жизни И позже когда я начал читать Евангелие очень многие места мне были известны потому что я уже прочитал в жизни моих родителей Следующее мы должны перестать думать о том что наши дети еще маленькие и мы еще успеем Ребенок очень рано понимает все Он не все может сказать но он понимает и упитывает нашу жизнь Следующее нам нужно посвятить наших детей Господу если мы этого не сделали Следующее каждый день мы должны молиться о наших детях Мы должны напоминать Богу об их посвящении Мы должны провозглашать Слово Божье в жизни наших детей И мы должны покрывать их кровью Божьего небесного Агнца Мы должны научиться жертвовать временем для наших детей Проводя время с Библией в молитве и просто в общении Мне вчера кто-то рассказал интересную статистику сколько отцы проводят времени с детьми Кто рассказывал эту статистику Ты Сережа нет Саша Ты можешь повторить статистику эту А ну иди сюда Значит статистика подсказывает что отец с сыном в среднем проводит 16 минут в сутки То есть это в среднем Кто-то проводит может один час Кто-то вообще время не проводит Кто-то проводит 10 минут Но статистически 16 минут в сутки Много не правда ли Между отцом и сыном очень много времени Так вот мы должны проводить больше времени с нашими детьми Вы знаете что это наша ответственность научить наших детей молиться Это ответственность папы научить чтобы сын его свободно мог говорить о Христе Да-да это моя ответственность Я знаю вы на меня смотрите Это моя ответственность Следующее Наши дети должны быть уверены в том что мы их любим Они должны это слышать видеть и чувствовать Вы слышали когда-нибудь от детей от подростков которые заявляют Меня никто не любит А как насчет папы и мамы Я для них вообще ничего не стою Они вообще не помнят что я существую Если вы хотите видеть плод правды в жизни ваших детей Дети должны знать что вы их любите Докажите эту любовь Я не знаю как Вы знаете what you следующее Мы и только мы должны помочь им научиться слышать Господа и общаться с Ним Мы должны помочь им научиться молиться помочь им войти в их служение и помочь им enter their ministry Следующее Мы должны знать и быть в этом уверены что наши дети знают Господа Next we have to know and be absolutely sure that our children know God We должны знать и должны быть уверены в этом We have to know and be absolutely sure in this Not just that we'll hear from anybody We have to know At a point in time we have to be ready to give them our ministry The light of God's love We have to be ready You may ask Pastor are you ready? Yes I'm ready When God tells me to pass on my ministry I'm ready We have to be ready until our very last breath to support the work of our children to bless them and pray for them And the last point is very important We have to be ready to rejoice with our children in their ministry Even if it doesn't resemble ours God makes everything new When we lay the right foundation in the lives of our children I believe that God will do his work in their lives and we have to be ready to support them and rejoice with them and we have to be ready to do this and we have to change even though I know that this ministry in the last days will look very different if we have to come to God in the time that I came to Christ someone told me that a sister will be standing here with a microphone I wouldn't believe it I wouldn't believe it I wouldn't believe it today I don't just believe it but I'm happy and I bless them thank you for not rejecting то есть Бог творит все новое и в будущем Бог будет творить очень много нового и мы должны быть готовы молиться, благословлять наших детей когда Господь сказал о последнем времени Он сказал, что старцы будут вразумляемы сновидениями пожилые люди они будут получать вразумление во снах молитесь чтобы ваши сны были действительно от Господа но вы еще молоды мне уже нужно об этом молиться поэтому я хочу чтобы каждый сегодня понимал мы не вечны, все меняется мы уходим со сцены и сцену занимает новое поколение и от того, насколько сильные основания положим мы в их жизнь мы будем видеть действия Божьей славы в следующем поколении и я уверен, что наши дети смогут пронести это Слово дальше в этот мир и я думаю, что наши дети будут продолжать 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 это Слово into the world слава Богу слава Богу слава Богу итак у нас сейчас будет молитва и прежде чем мы будем совершать сегодня служение хлебопреломления мы сегодня благословляем наши семьи в этот день и это благословение я хочу чтобы было конкретно на каждой семье поэтому когда мы встанем для молитвы я думаю, что кто-то сможет музыку включить нам кто-то будет громко молиться но я хочу, чтобы семьи просто подходили по центральному ряду сюда и когда мы совершим молитву уходили на свое место вдоль стенки и так с каждого ряда вы готовы сегодня иметь такую молитву? независимо сколько сегодня людей и семьи здесь мы будем молиться за каждую семью естественно если вы выйдете сюда я думаю, что семьей выйти удобнее чем одному человеку I think it's easier to approach the stage with a family rather than alone не стесняйтесь проходите и мы будем совершать молитву давайте мы все встанем пожалуйста don't be shy and approach and let's all stand for prayer прежде всего мы начинаем молитву first first we begin our prayer и затем вы можете подходить сюда я буду молиться за каждую семью это не будет очень длинная молитва это будет молитва благословения и посвящения then you may come up here it will be a short prayer be a prayer of blessing и затем когда я помолюсь за всех and after I pray for everyone я попрошу одного из диаконов или оба диакона они совершат молитву над моей семьей I will ask one of the deacons or both of them to pray for my family вы готовы? are you ready? слава богу мы молимся великий господь мы благодарим тебя за твое присутствие на этом месте мы благодарим тебя господи за благодать твоего святого духа мы благодарим тебя за силу твоего слова который ты дал каждому из нас сегодня отец мы благословляем тебя и сегодня господь наше желание чтобы сила твоего помазания сила твоего святого духа приходила на каждый дом и на каждую семью чтобы помазание твоего святого духа твой небесный свет отображался в каждой семье потому что ты сказал не может укрыться город который стоит на вершине горы отец благословляя каждую семью сегодня я прошу тебя чтобы каждая семья действительно излучала твой небесный свет чтобы в каждой семье господь твоя слава лилась от каждого человека ко всем людям которые встречаются с нами которые работают с нами которые учатся с нами чтобы слава твоя и имя твое достигало каждого человека мы благодарим тебя отец мы благодарим тебя отец мы благодарим тебя отец во имя Иисуса Христа. Халлелюя!